добрый день дорогие зрители меня зовут Ольга я очень рада приветствовать вас на моем канале я хочу рассказать вам и показать в этом видео как я шила трикотажное платье номер 111 красивое платье из 10 номера журнала бурда за 2021 год вы знаете что трикотажные платья это универсальное платье в них удобно тепло комфортно ну что ж и мы приступим к пошиву для этого я бы для этого платья я выбрала вот такую вот ткань трикотажную войдет в такой небольшой рубчик цвет такой насыщенно фиолетовый я думаю платье будет очень красивое и удобное это платье я бы душить для своей дочери и так приступим котики всегда присутствуют на моих швейных проектах но куда же без них вот и сейчас я шью платье для дочери и барсик все контролирует до барсик красавчик нам потребуется немного детали это перед со сгибом 1 деталь спинка со сгибом 1 деталь рукав 2 детали манжета 4 детали и воротник со сгибом 1 деталь иглы я использую специальные предназначенные для пошива трикотажа я попробую строчку под буквой d вот она выделена зеленым цветом и предназначена для эта строчка предназначена для пошива трикотажа и также я выставляю регулировку стежка на эластичный эта строчка эластичная и хорошо держит ткань и еще можно использовать прямую строчку стрейч она находится вот под буквой а выделена деле зеленым цветом вот видите обозначенные штрихами эта строчка состоит из двух стежков вперед и назад и шов является очень прочным и достаточно эластичным припуск можно укрепить строчка имитирующая верлок эта строчка находится под буквой а вот она тоже выделена зелененьким цветом можно еще использовать многопрокольный зигзаг находится под буквой b вот он оранжевым цветом выделен эта строчка имитирующая оверлок а это многопрокольный зигзаг как вы видите трикотаж можно шить и на обычной швейной машинке стачиваем плечевые и боковые швы эта деталь воротника на воротнике мы выполняем задний средний шов швы потом разутюжить я разутюжила швы теперь мы складываем воротник изнаночной стороной внутрь по линии сгиба при этом совмещая задний шов метки втачивания метки втачивания в горловину по плечевым швам метка втачивания середину горловины переда также я метки поставила по срезу горловины переда и спинки теперь открытые срезы воротника приколоть с лицевой стороны к срезу горловины платья совместив линии середины переда и шов воротника с линии середины спинки а также поперечные метки на воротнике с плечевыми швами воротник втачать при пуске я обметала строчка которая имитирует оверлок и заутюжила вниз это детали манжеты каждая манжета состоит из двух деталей необходимо каждую деталь сложить лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы одну деталь и вторую деталь и стачиваем срезы швы на манжетах разутюжила теперь одну манжету вывернуть на лицевую сторону и вложить еще одну манжету вот таким образом манжеты прикрепить одна к другой лицевой стороной к лицевой стороне совместив швы стачивания вот так вот и стачать по нижнему срезу верхний срез остается открытым манжету вывернула на лицевую сторону внизу приутюжила и верхние срезы скалова манжеты готовы стачиваем срезы на рукавах по окатам рукавов и по нижним срезам рукавов я проложила две параллельные строчки с максимальной длиной стежка это сделать для того чтобы равноверно присборить низ рукава и окат рукава низ рукава необходимо присборить до длины верхнего среза манжеты и притачать рукав к манжете на этой ткани в рубчик получается очень красивая сборка притачала я манжету к рукаву очень красиво получается будет шикарнейший рукав ну что ж теперь необходимо рукав вточать в пройму изделия рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне совместив все поперечные метки и сточать но прежде необходимо стянуть окаты рукавов платье практически готова осталось подшить только низ у нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok